Доброе утро, доброе утро, товарищи. Я хочу вернуться сейчас к тому предложению. Это очень страшно. Все превосходство Израиля зависит от внутренней части Туры и Зор. И наоборот, все разрушения, все падения сынов Израиля происходило от того, что они оставили внутреннюю часть Туры. Прежде всего, что он имеет в виду, о ком он здесь говорит сейчас? Он говорит о нашей группе, что мы, изучая внутреннюю часть Туры, книгу Зора, и поэтому приближаемся, по-видимому, к концу исправления правильным образом. При этом те, кто этого не делают, не приближаются правильно и не к правильной цели. А что значит сделать это? Есть те, которые читают Зор, они могут приблизиться и избавить нас от этих жертв, которые, ну, как было вчера вечером. Можно это? Ну, конечно же. А кто может это предотвратить? Цвика. Нет, вопрос, могу ли я это предотвратить. Происходят какие-то трагедии. Ты думаешь, что это сразу должно прекратиться? Ну, посмотрите, какое продолжительное время это происходит. Все эти убийства. Как можно это объяснить? Происходят... Мы читаем Зор очень много времени. Извините, что я спрашиваю. Как можно это предотвратить? Нам надо делать то, что на нас возложено. А когда это закончится, тогда и закончится. Я условия не выставляю. Что вот я сейчас начинаю вот в эту минуту заниматься книгой Зор, а в следующую минуту Творец прекращает все зло в мире. А действительно, почему это не так? Если я читаю Зор, мы стараемся. Мы стараемся. У нас очень много в мире. Почему в Украине, в Израиле? Почему продолжается этот беспорядок? Почему не происходит чего-то хорошего в мире? Это такой легитимный вопрос, который задают много людей. По-видимому, значит, не удается. Да, не получается. Недостаточно мы делаем. А что еще нужно сделать, Раф, действительно? Что, по вашему мнению, нужно еще сделать, чтобы было... Чтобы еще это... Зернышко риса и все это чаша перекрепили... А вот настолько, да. Вот такая точность, да. Последнее зернышко риса, да, на чаше весов. Ну, я не знаю, о чем ты говоришь. А что, по вашему мнению, мы делаем неправильно, если так? Мы все делаем неправильно. Все. Мы все находимся в каждую секунду нашей жизни в желании получать ради получения. И все время думаем о том, как сделать хорошо себе и только лишь. А если это можно за счет других, ага, еще лучше будет тогда. Очень страшные вещи вы говорите. Это как же нам измениться, когда мы изменимся? В первую очередь, понять, что это есть правда. Истина. И тогда? И тогда уже думать, как исправлять. Вместе с вами? Да. Спасибо.